всем доброе утро мы идем на рынок у нас все продукты закончились овощи и фрукты и плюс еда зайдем наверное магнит купим покушать такая погодка сегодня все-таки как хорошо в анапе я вам скажу прям на своей кроватке спали отлично ты как папа отлично вообще до гостиницы все-таки не так как дома дома всегда до лучше это уже волей-неволей когда куда-то едешь путешествуешь уже сравниваешь а вот дома а вот здесь а вот так вот у нас как бы хорошо не было в геленджике в анапе нам все равно нравится больше да ну что она по нам как-то ближе по душе пляже тут все как-то уже знаем как свои мы сейчас сначала пойдем на рынок как я уже сказала купим огурцы помидоры вот а потом наверное сашка там на фонтане зима побудет или вместе сходим магнит и пойдем тогда домой потому что продуктов вообще нет ничего гречки вчера сварила вот ну тут есть конечно а вот всем кушать там жидкотлетки сделать либо что-то там посмотрим что смотришь ли на рынок сейчас будем покупать огурцы помидоры посмотрим если черешня если клубника что там у нас по цене а что цены тут как я понимаю меняются каждый день да то смотрим уже 250 рублей клубника черешня 220 абрикосы по 180 можно кстати абрикосов попробуйте да на пробу на больше кстати палатка начинает открываться этот как и помните все вообще пустое было так лук 45 пробегать 55 морковь свекла 40 35 кабачок баклажан 150 перец 150 такой 100 рублей 110 50 картошка 50 картошка 50 коробки свежего 220 и 80 рублей дедушки привет вовсе уже крыжовник продается не концу как местная супер сладкая хутор бужор 250 осмотреть клубник уже отходит и цена сразу повысилась пришла в магнит на закупку сейчас будем закупаться пока только подошла к мясу и смотрю клуб шейный чистый на дискости 39 рублей по акции думаю может так же как мы просто раз взяли этот кусочек такой неплохой до 9 07 на 3 килограмма 745 грамм возьму наверно поделю тоже можно будет ходить на пляж шашлычку еще пожарить так тут цыпленок сейчас нам тоже посмотрю и убираем это все в морозилку пельмени сибирская коллекция новосибирская новосибирская новосибирские они были по акции в магните вот взяла две упомнили пока не растаяли потому что на улице очень жарко так вязанка колбаса вареная дальше сосиски где-то там еще они лежат сейчас достанем курица вот такой вот кусок мира торг шейка свиная будем еще делать шашлыки скорее всего в этом пакете не тащили диме говорю пара тележку покупать так тут лук два нектарина на пробу потому что не знаю сезон не сезон еще я черешня банан и груша парень наша любимая абрикосики на рынке помидоры этот фото укроп огурцы редис и 2 чесночка так а вот еще персики и так 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 и последняя сумка гречка гречневая крупа в пакетиках сыр чудо творожок с вишней сашкин любимый сливушка сливушка это за сиски махеев джем вишневый вчера когда были в ресторане таком вот в открытом когда в Риму ходили сашка ела блинчики я хочу блинов взяла вишневый джем сделаю блины сыр дружба это утром кушать с сыром сплавленным с обычным кетчуп взяла такое лучшее на вашем столе очень понравилось так вот аппетитно выглядит кубанский продукт это ставрида вяленая все в общем вот такая а а где еще 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 а еще у нас был фарш вот фарш фарш такой вот и такой вот фарш домашний взяла фарш обжарю и перемешаю то есть у нас получится вот гречка с мясом аля в общем вот такая вот у нас закупочка вот такая вот у нас закупка на сегодня большая сейчас все буду рассортировать что-то в холодильник что-то тут оставлю продолжаем сегодняшний влог сейчас идем на пляж сорока лет победы прогуляемся посмотрим и зайдем купим булочки давно что-то мы как-то не покупали уже соскучились сашулька сегодня хорошо поспала да доченька с черешней идем да витамины витамины остатки сладки видите какая желтая желтая трава мне кажется в анапе ну наверное где-то месяц не было дождя вот смотрите еще земля видите то что я рассказывала последствия то что дождей нету посмотрите какая земля вот это ведь все растрескалась мне кажется тут наверное где-то месяц не было дождей хотя вот мы уезжали в геленджик я не знаю может быть здесь были дождей но мне кажется что вряд ли камень который заложили но пока еще парк не делают и тут насыпали так нам на ту сторону сейчас будем приходить через таманскую там пройдем пробежимся какой-то тут так стырь какой-то вот там вот дома стоят они уже давно заброшенные я не знаю так жалко и такие красивые думаю ну как как можно бросить ну начинали же строить да в общем то дома смысл их бросить я думаю что многие бы хотели бы купить можно было есть какое-то сообщество застройщиков насколько я знаю вот когда мы узнавали насчет горгипи так сейчас я вам скажу есть какое-то вот сообщество ну я своими словами застройщиков когда мы еще насчет горгипи узнавали что как вдруг дом не застроится вот этот вот союз застройщиков если например вкб новостройки ну грубо говоря там не дай бог конечно прекратили строительство то вот это вот в ту группу застройщиков которые они входят тогда они бы нам достроили бы этот дом за свои как-то средства ну в общем вот просто я рассказываю такими словами это вот мне говорил наш юрист когда мы покупали квартиру то есть там как бы такая вот страховка шла неплохая в плане того что если можно было быть спокойным если дом например не достроится вот но мы покупали такой на стадии строительства конечно но стадии строительства у нас так было уже два месяца то есть по сути дела дом уже был достроенный он сдавался в сентябре а мы его купили в июне там два месяца там уже он вообще просто был построен там шли только отделочные работы поэтому в общем тоже жалко конечно дома как это вот могли бы да или город на себя взять или если бы входили в какой-то может быть застройщики потому что ну они в общем то как бы там не немного осталось то тем более котлован вырод сколько-то этажей уже поставлены там даже где-то есть вот в тех домах вот я смотрю даже окна вставлены просто как-то странно почему все это бросили это таманская мы здесь тоже рассматривали квартиры но я вам скажу честно по цене тут получалось значит дороговато для нас и плюс я читала отзывы ну не просто так когда квартиру дома выбирали всегда читаешь какие-то отзывы смотришь тут очень сильные ветра вот вы слышите в горгипе тоже сильные ветра но тут я как понимаю не сильнее потому что к морю ближе находится вот этот вот квартал и плане еще знаете нам не понравилось сани вот планировка квартир еще тоже многие у нас спрашивают почему вы выбрали горгиплю нам понравится просто планировка и по цене вот какой так сказать тоже нас устроило нам понравился эта пушка такая распашная на обе стороны очень удачно и плюс вот сейчас даже летом жарко нам даже не нужен кондиционер за счет того что вот у нас окна вот так вот выходит и плюс вытяжка хорошая то есть у нас всегда прохладно в завершение нашего вечера мы пришли на пляж 40 лет победы людей купается немного потому что вода холодная только самые смелые забираются в воду остальные просто лежат на пляже и загорают там подальше здесь тоже солнце еще высоко на часах сколько у нас восемнадцать-пятнадцать тут хоть подошлать морским воздухом мы посидели на пляже поднимаемся уже вверх и вот этот такой интересный аппендикс мне кажется здесь раньше какие-то кафешки были потому что это так и загорождено и какая-то вот такая смотровая площадка небольшая небольшая они просто до бить это даже прочертили но она плохо приварена уже она таком плачевном состоянии хорошо как это все перегородить и не буду облокачиваться посмотри там внизу беседки это наверное под аренду сашичек аккуратно и видите там столики можно арендовать он люди там сидят уход классные сделали люди смотри ага да вижу интересно будет узнать надо да да сколько стоит аренда беседки надо тогда приезжать сюда на полдня садиться у нас компания до небольшая мы ты да я да мы с тобой так вот опять наш кустик шелковицы почему-то уже везде она поспела вот этот вот куст он какой-то ну во первых он дикий видите она мелкая вот это вот шелковица есть до черные ягодки они быстро съедаются ребят скажите кто знает хочу сделать варенье шелковицы вот эти вот такие вот светлые недоспелые вот и такие красные не подойдут или все-таки надо из темных делать кто-то мне даже написал что и шелковицы не делают варенье но я посмотрела что в магазинах продают то есть как бы в перекрестке в озоне продают варенье шелковицы поэтому я хочу сделать одну банку как вы думаете можно из красной делать или все-таки из черной испачкались с вами на этом прощаться на сегодня всем спасибо за просмотр ставьте лайки оставляйте комментарии до скорых встреч и всем пока пока а